Здравствуйте! Понедельник, 20 июня. Все самые интересные события этого дня мы расскажем за 20 минут. В эфире «Время Одессы». Вот главная тема выпуска. В Измаиле после отравления водой в больнице остаются 300 человек. Вспышки кишечной инфекции грозят и другим городам. Какие у нас угрозы? Город Одесса. Есть угроза и риск. Все остальные города. С транспарантами, шинами и инсталляцией. Гражданские активисты против застройки побережья и центра города. Можно будет уезжать из Одессы, потому что у нас не останется парков, скверов. Белые против черных. В Одессе состоялась масштабная водная битва. У нас каждый год новая тактика. Один год мы просто отжимаем фонтаны. Об этих и других событиях мы расскажем прямо сейчас. Итак, идут на поправку. В Измаиле около 300 человек остаются на больничной койке после сильнейшего отравления. Состояние большинства из них стабильно. Начиная с 16 июня в медучреждения города с кишечной инфекцией обратились более 400 местных жителей. Больше половины из них дети. По данным СЭС, причиной массового отравления стал ротовирус, который обнаружили в водопроводной воде. По словам медиков, лечение одного пациента обходится около 2000 гривен. В мэрии Измаила пообещали, что все расходы возьмут на себя, а вот дезинфекцию проведут за счет госбюджета. За согласованием с исполняющим обязанностей министра здравоохранения мы выделим около 100 тысяч гривен с эпидемиологического фонда для приобретения дезинфекцирующих средств. Вместе с коммунальными службами проведем выкачку выгребных яхт и их дезинфекцию. В целом, чтобы в стране, в нашей большой, модернизировать по современным технологиям систему водопроводного канализационного хозяйства, надо около 80 миллиардов евро. По данным экспертов, сейчас ситуация нормализуется. За последние сутки в Измаиле в больницу обратилось всего 12 человек, шестеро из них дети. По словам губернатора Михаила Саакашвили, справиться со вспышкой кишечной инфекции удалось за два дня. По его словам, это могло случиться в любом городе области, в том числе и в Одессе. Сейчас я буду представлять правительству очень четкие требования. Мне было просто описание, какие у нас угрозы, город Одесса, есть угрозы и риски, все остальные города. У нас 19 городов, большинство из них, не абсолютно против, все из них, без адекватной канализации водопровода. Некоторых вообще нет. С транспарантами и шинами гражданские активисты выступили против плана зонирования Одессы. Общественники прошлись маршем по улицам города и устроили перформанс на Думской площади. По мнению гражданских активистов, зонинг разработан с нарушениями и противоречит генеральному плану города. Ольга Дунская. Дальше. Женщу жену в море, не смейте делать горе. Женщу жену в море, не смейте делать горе. Принять участие в марше пришло несколько десятков человек. Главное требование – уберечь исторический центр города и прибрежную зону от застройки, а также внести коррективы в план зонирования территории Одессы. Здесь протестуем против градостроительной политики мэрии. Это и зонинг, план зонирования Одессы, и стремление расширить французский бульвар, и застройка Аркадии, и застройка исторического центра, все, что накопилось за последние два года. План зонирования делит город на определенные участки и подробно объясняет, как использовать ту или иную территорию. Предложенная чиновниками редакция документа разрешает строить на пляжах, возводить высотки на фонтане и сокращать зеленые зоны. По мнению экспертов, это противоречит генплану города. Управление архитектуры абсолютно не обращая внимания на то, что записано в генплане, в котором предусмотрены определенные предохранители против уничтожения парков, против уничтожения исторического центра. Они решили, что они себе переиначат по-своему на уровне принятия зонинга. То есть это следующий за генпланом документ по значимости. До 17 июня чиновники обещали показать обновленную редакцию зонинга с уже учтенными поправками активистов. Однако до сих пор этого не сделали. Финальная точка шествия – Думская площадь. Здесь активисты устроили небольшой перформанс. По замыслу участников, скульптура изображает чиновника, а принесенные гурсовету шины – это особые таблетки, которые помогут ему принимать правильные решения. Как вот анекдот. А вот дайте мне таблеток от жадности еще, еще, еще. Вот нашему гурсовету нужны таблетки от жадности для памяти. Почему для памяти? Потому что манипуляции с процедурой, манипуляции с зонингом, они все забывают. 30 июня состоится сессия гурсовета, на которой депутаты планируют утвердить скандальный документ. Активисты, в свою очередь, уверяют – бороться будут до последнего. И уже готовят акции протеста. Ольга Дунская, Марьям Эль-Хасан Али, Руслан Пейков. Первый городской. Идем дальше. Георгий Лорд Кипанидзе возглавляет Одесскую полицию ровно год. От него ждали обновления системы борьбы с преступностью и искоренения коррупции среди правоохранителей. Губернатор Саакашвили называет Лорд Кипанидзе самым честным шефом полиции в стране. Правда, на фоне этого в Одессе уровень преступности растет. По сравнению с прошлым годом, количество грабежей и разбоев увеличилось в несколько раз, а вокруг самой персоны Лорд Кипанидзе вспыхнул скандал. Выяснилось, что на момент назначения в Одессу он был гражданином Грузии. Тему продолжат наши корреспонденты. Сначала на привоз. В первый день своего назначения Георгий Лорд Кипанидзе прогулялся по самому известному рынку Одессы вместе с губернатором. А проблему граждан начальник главка слушал в мясном ряду. Первым решением Лорд Кипанидзе было создание единой горячей линии при главном управлении милиции. Куда обращаться, если вот? К главному управлению. И с завтрашнего дня будет уже горячая линия, которая будет с 48 часа работать, и все информации вы будете получать. И потом я лично буду проводить, как я привожу сюда. Можно, обязательно. В первый же день Георгий Лорд Кипанидзе даже успел постоять в легендарных пробках возле привоза. Путь одному из трамваев символично перегородила неправильно припаркованная машина. Губернатор решил не тратить время. Начал знакомить одесситов со своим ставленником. Вот это начальник милиции. Спасибо. Вот начальник милиции. Вот тебе работа. Правоохранители стали ближе к народу не только в трамваях. По распоряжению Лорд Кипанидзе в конце 2015-го во всех райотделах области срезали решетки на входе. Ни такой перегородка, никакой барьер между гражданами и полицейскими не должно быть. Работа полицейских, работа сотрудника полиции должна быть открыта и прозрачна. Не должны быть, они за барьером стояли между гражданами. Только изменения, названия полицейские, милицейские или еще другие, это ничего не дает. Надо реально что-то поменять в ситуации, чтобы граждане верили в полицию. Но сближение с народом пошло не по плану. Новое название «полиция вместо милиции» не изменило старых привычек, которые у подчиненных натурализованного начальника появились задолго до этого. Громкий скандал в Черноморске шокировал всю страну. Местные оборотни в погонах держали в заложниках, били и пытали человека. Заставляли копать собственную могилу. Когда их разоблачили, досталась лорд Кипанидзе. Некоторые даже заявляли, главный полицейский области знал о беспорядках в Черноморском отделе. Но в конце концов скандал быстро утих. Нами виявлена особа, щодо якої була подана заявка про ее незаконное затримание и утримание працівниками национальной полиции. Виявлена безусловно в помещении Черноморского отдела полиции. За проведенным медичным обстеженням цієї особи, можна констатувати, що в неї наявні окремі телесні ушкодження. Уборотній в погонах арестовали. А через некоторое время в Одесской області началась переаттестация бывших милиціонеров. Более пяти тысяч стражей порядка должны были пройти собеседование с независимой комиссией и тестирование на знання законодательства. Более половины из них проверку не прошли. И тут появилась новая проблема – катастрофическая нехватка кадров. На фоне колоссального некомплекта сотрудников, на фоне отсутствия практически мотивации сотрудников полиции, все-таки ситуация, я считаю, удерживается под контролем с преступностью. Рост есть, но этот рост, я не могу сказать, что он прям катастрофический. За год своей работы лорд Кипанидзе подписал ряд распоряжений. Правда, в конце весны все это поставили под сомнение. Противники команды Саакашвили раскопали. Якобы вначале грузинский генерал занимал должность вопреки закону к госслужбе, поскольку у него было гражданство Грузии. Но сам Саакашвили считает, что его соратник работал легитимно и за год достиг значительных успехов. Что поменялось, я думаю, что впервые за историю были руководства прокуратуры и полиции, которые за всю историю последних десятилетий в Одессе, если честно сказать, не брали, не берут взяток. Это очень важно. Очень важно, что они начали целый ряд дел под наши люди, которые считались неприкасаемыми. Как бы лорд Кипанидзе не справился со своей работой, но некоторые вещи ему были неподвластны. Новая патрульная полиция не подчиняется начальнику главка и слушается только указаний из Киева. Такой закон. Грузинский генерал должен работать с бывшими милиционерами. И то, что за этот год он удержался на должности, можно уже считать достижением. Валерия Наумова, Ксения Барвиненко, Сергей Калмыков и Эдуард Шендерович. Первый городской. В Одессе появились общественные пианино. Сыграть на них теперь можно в парке Горького и возле Воронцовской колоннады. Оба инструмента установили гражданские активисты, а уличные художники планируют их разрисовать. Клавишные подарили городу неравнодушные одесситы. В дальнейшем за ними будут постоянно следить, ремонтировать, подкрашивать и настраивать. Говорят, главное защитить их от вандалов. Мы на самом деле надеемся на охрану здесь частично, так что они будут немножко приглядывать. Ну и на сознательность горожан, потому что основная наша по сути цель и платформы в том, чтобы показать, что город культурный, что надо двигаться вперед. Представляете, идете по городу, а тут пианино стоит, и даже никто его не раздолбал, кто-то играет. Это мне кажется, что это определенное настроение создает. Отмечу, место у Воронцовской колоннады выбрали не случайно. Здесь всегда много отдыхающих и туристов. Инициаторы проекта даже оформили все разрешения на установку музыкального инструмента. А в будущем активисты хотят поставить в парке Шевченко огромную фоторамку для всех желающих. Как по мне, так рамка должна стоять где-то на побережье, чтобы там все-таки Одесса – это море. И рамка должна быть на фоне моря с какими-то надписями, как уже говорили, именно Одесса, люблю Одессу или наподобие что-то такого. Ну и больше двух тысяч порций пломбира. В Одессе побили национальный рекорд по массовому поеданию мороженого. Около тысячи сладкоежек выстроились в очередь за холодным лакомством на Дерибасовской. Всем участникам акции его раздавали бесплатно, а представители национальной комиссии официально зафиксировали рекорд Украины. После чего начались веселые конкурсы и мастер-классы. Готовились долго. Еще в прошлом году была задумка. В календарь фестивалей подали дату и название, и саму идею. И вот сегодня праздник состоялся. В общем, глобальная цель рассказать всем о том, что Одесса, море, пляж и самое вкусное мороженое здесь у нас. С ведрами и водяными пистолетами на лонжероне прошли водные битвы. В шуточном бою сошлись более 500 человек. Сражались традиционно две команды – черные против белых. Участники набирали воду из фонтанов и моря, а после насквозь промокшие устроили зажигательные танцы под открытым небом. Репортаж Ольги Клименко. С ведрами, бутылками, тазиками и водяными пистолетами к водной битве каждый готовился как мог. В состязании одно правило – приходить с отличным настроением. В водном бою сошлись две команды – черные и белые. А между ними люди в полосатой одежде, своего рода судьи. Евгений – ветеран водных битв. Не пропускает ни одно сражение и экипируется соответственно. Говорит, главное в победе – тактика. Белые, разумеется, молодцы, но черные просто всегда побеждают. Потому что переходите на темную сторону, у нас есть печеньки. У нас каждый год новая тактика. Один год мы просто отжимаем фонтаны и привлекаем нашим, чтобы они воду набирали. Другой грот просто там заходим в тыл, заливаем. Каждый год по-разному. К морю команды спустились в полном составе. Черные – со стороны мемориала Вечного огня, а белые – от памятника Шевченко. Командиры говорят, такую огромную толпу организовать очень тяжело. Кроме того, надо следить за порядком. Фонтаны очень легко повредить. С каждым разом количество людей и качество мероприятия улучшается. Хотя, по сути, если так посмотреть с первого раза, что может улучшаться. Но люди стали боепослушными, это немало важно. И люди стали делать то, что мы просим. Не наступать на фонтаны, но банальные вещи, за которые мы можем нести ответственность. Организаторы говорят, подготовку к битвам начинают приблизительно за неделю. Водное сражение анонсируют в соцсетях. Ну, как минимум, я не сплю неделю до битв. То есть, очень сложно уснуть, оно все время снится, вот эти, как они будут проходить. Это очень тяжело, как бы, ну, психологически к нам подготовиться. Нужно правильно вести людей, командовать ими. Это очень важно. Водные битвы проходят в Одессе уже пятый год подряд. По словам организаторов, в следующий раз белые против черных сойдутся не раньше, чем через месяц. Ольга Клименко, Сергей Калмыков, Первый городской. Покорить высоту. Одесские парашютисты открыли новый сезон. Прыгали с высоты 800, 1200 и 3000 метров. Все участники в обязательном порядке прошли подготовку и сдали квалификационный экзамен. Открыли сезон несколько десятков спортсменов, как профессионалы, так и новички. Среди них оказалась и наш корреспондент Ксения Бровиненко. Приготовиться. Пошел. По этой команде парашютист должен выпрыгнуть с самолета. Не захочет? Его просто вытолкнут. Но уже после приземления благодарят. Прыжок того стоит. Свободное падение длится всего 3 секунды. После парашют раскрывается. Скорость полета под куполом 5 метров в секунду. Для тех, кто прыгает первый раз, высота минимальная 800 метров. Немного ниже, чем Бурдж-Халифа, самый высокий небоскреб в мире. Вот так прыжок выглядит с высоты. Сначала раскрывается стабилизирующий парашют, чтобы человека не закрутило в воздухе. Затем основной. Но сначала спортсмен должен отработать все действия на земле. Таким образом новички отрабатывают приземление. Главная задача – довести все действия до автоматизма. Ноги должны быть вместе. А взгляд направлен в горизонт. Новичков распределяют по группам по весу. Сначала прыгают самые тяжелые. Это нужно для того, чтобы парашютисты не столкнулись в воздухе друг с другом. Андрей – новичок. Попал во второй взлет и с нетерпением ждет своей очереди. Интересно для себя. Новые впечатления, новые эмоции. Смогу, не смогу. Когда рассказывали про особые случаи, как в них себя вести и все такое. Вот тогда было стремно. А сейчас уже как бы нет. Просто жду уже, когда наконец-то это произойдет. Потому что мы с трех часов ночи этим занимаемся. Ну, ребята уже прыгнули первую партию. Все довольны, все пришли целые. Так что не волнуюсь, все отлично, жду с нетерпением. Испытать себя в парашютном спорте решила и наша съемочная группа. Страшно было только в момент подготовки к прыжку. После – восторг. Те, кто боится прыгать самостоятельно, работают в тандеме. Инструктор управляет парашютом, а новичку остается только наслаждаться пейзажем вокруг. Прыгали с высоты 3000 метров. Ощущения непередаваемые. Конечно, вначале страшно, вначале это невесомость, но это буквально пару секунд. А потом ты просто летишь. Прыжки были смешанные. Сначала новички, а затем уже опытные спортсмены. Видишь, какая скорость? А вот так приземляются спортсмены. Они прыгают с парашютом-крылом. У него прямоугольный купол, которым можно полностью управлять. Для профессионалов это не просто прыжки. Они отрабатывают специальные упражнения для повышения квалификации. Это уже была высота 3000 метров, с которой выходили уже опытные спортсмены, которые не только умеют хорошо держать свое тело в воздухе, но они еще могут выполнять комплекс фигур, они могут выходить парами, тройками. То есть это уже обученные люди, которым в принципе не страшна такая высота, которые могут управлять своим телом в воздухе. И, соответственно, с такой же высоты выходил тандем. Совершили первый в жизни прыжок и открыли очередной парашютный сезон. Ксения Барвиненко, Глеб Овчинников, Первый городской. Ну и помните, успешный путь в небо начинается на земле. Вы смотрели «Время Одессы» на Первом городском. Мы ставим точку о событиях вторника завтра в это же время. Берегите город и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова